Привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Тарт и сегодня посмотрим скины Барионикса в игре The Isle. Значит тут у нас обновился, ну грубо говоря, ну не интерфейс, а игра в общем, да, теперь все как-то вот так вот все выглядит. Так, ну у нас платоядное. Ну да, теперь гораздо удобнее. И по алфавиту они еще расположены. Мне очень нравится. Так, ну сегодня, да, вот у нас Барионикс. Шесть скинов, да, но вот сегодня всех их и посмотрим. Да, подгрузка сервиров, конечно, все это долго происходит. Думаю, еще трава появится, но что-то пока нету. Вот она появилась. Значит, вот такой у нас Барионикс. Ну скин такой, знаете, простенький, ничего примечательного нет. Ну вот здесь, кстати, видно, да, что передний палец, коготь точнее, крупнее, чем остальные. Это меня радует, что здесь вот так вот сделали. Да, вот это уже забавно, конечно, как он так делает. А прыгать он может? Нет, прыгать он не может. Может, тяжеловат для этого. А, это вот тут раненый, да? Полежать можно. Кто-то идет. О, Пуэртозавр. Не, Пуэртозавр-то просто вообще-то что-то нереально. Он просто огроменный. Только да, вот, к сожалению, вот эти глюки, да, что вот он без земли не касается. Ну, нападать я не вижу смысла. По-моему, это долго придется его очень убивать, да и смысл-то какой-то. Не, ну следы. Офигеть. Да, огроменный. Ничего не скажешь. Не, ну скин, в принципе, добротный, да, простенький. То есть, животное могло быть так окрашено. Так, неинтересно. В воде все так же ходит, да? То есть, не плавает, да? Ну что ж, ладно. Это был первый скин, сейчас перейдем ко второму. Никуда не уходить. Так, а вот у нас и второй скин. Сейчас нужно выйти там, где посветлее. Только не говорите мне, что здесь опять ночь наступает. А то всегда, когда я захожу поиграть, всегда на ночь здесь наступает. Звуки, конечно, классные. О, там шантунгазавр, походу, есть. Ну давайте, блин, я не знаю, куда встать. С этой стороны скин посмотрим. Это какой-то, знаете, это египетский барионикс какой-то. То есть, какие-то все, знаете, все равно такого золотого цвета все эти пятна. Это кто? Это ютораптор? Нифига себе, он огромный. Почти как барионикс. А это кто? Это второй ютораптор. Прикольные, ребят. Ну да, вот именно рапторами надо как раз в группе-то и играть. Здесь, по-моему, кто-то крупный был. О, класс. Рапторы. Ну, в принципе, скину ничего такого, сказать нельзя. Просто вот такие вот пятна золотого цвета. Сам он такой черный, чтобы как бы все было видно, все эти пятнышки все было видно, да. Ну что ж, переходим к скину под номером 3. Судя по звукам, которые играют на заднем фоне, ну, не играют, в смысле, а которые слышно, ну, сразу можно понять, что на серваке кто-то есть. Потому что пуэртозавров каких-то мелких, плотоядных или даже травоядных слышно сразу. Видимо, размер карты... Либо звук так разносится здесь в игре, сделано, что из любого конца карты слышно. Либо они просто где-то рядом со мной. Так, ну, собственно говоря, скин под номером 3. Он такой, знаете, болотный какой-то. В принципе, барионикс как бы не был охотником на крупную добычу, да. В основном все-таки считается, что рыбоядный. Поэтому я не вижу смысла, ну, как бы, маскироваться, допустим, в болотной растительности, чтобы поймать там какую-нибудь крупную травоядную. Рыба-то все равно не спалит. То есть, если не двигаться, просто стоять в воде, рыба спокойно к вам подплывет. Ну, и он ее смог бы поймать. Поэтому на окрас тут, собственно говоря, внимания никто не обращал бы. Мне нравится, как тут изобразили челюсти барионикса. То есть, вот это вот искривление, которое есть, зыбы так торчат. Это все очень классно. То есть, ребята реально продумали все. Дополнительной атаки нет, хотя он мог бы своими лапами отрабатывать. Может только кусать. Так вот, собственно, третий скин. Сейчас будем переходить к четвертому. Что-то тут уже темнеет. Очень долго бежать до светлой стороны. И то и не факт, что там будет реально светло. Поэтому, собственно говоря, можно так посмотреть. Ну, здесь вы вряд ли что увидите. И тут, наверное, пережмет. Да, вот видите, я иду, и тень как бы со мной перемещается. В общем, он у нас такой серый. С такой бирюзовой даже, я бы сказал, полоской. Но здесь она кажется белой. Ну, такая бирюзовая. Немного бирюзовая, что ли. Светло-бирюзовая. Ну, и сверху такой черный. Или, ну да, черный цвет такой. Либо темно-серый. Ну, больше на черный похоже. Да, да, и всякие различные пятна. Еще, вот, мне нравится то, что на кончике морды у него добавили такой вырос, который тоже и был барионец. Потому что внимание к деталям мне нравится. Допустим, в том же Jurassic World The Game там внимание к деталям, ну... Ну, не нулевое, конечно, но его не так много, как хотелось бы. Неужели сложно добавить модель животного, чтобы оно было похоже реально на Зухамима того же или прочее? Зухамима там тупо весь гладкий. Никаких вырослых, ничего нет. Хотя у него должно быть там вырос на морде, там челюсть искривлена, а не просто длинная и прямая. И, знаете, как-то не очень. Хочется немножко реализма. Куда тут он делся? По-моему, это гипердокрин. Там он еще кто-то ходит. Здесь гипердокрин где-то. А, вон он. А, это не гипердокрин, это Т-Рекс. Налаживаем контакт. Да, тут ничего не видно. Нет, Т-Рекс здоровенный, конечно. Так, о чем в воде забыл, я не знаю. Жалко, конечно, что вам тут при нормальном освещении не показать Барионикса. Ну, вот как-то вот такой скин, грубо говоря, если кто-то что-то увидел. Значит, вот предпоследний скин Барионикса. Пришлось опять на тест-левел перейти. Возможно, он кому-то уже надоело. Просто здесь всегда светло. Там опять наступила ночь, и там уже стало не круто. Значит, здесь у Барионикса вообще разнообразный окрас. То есть, сверху он такой серый, потом такие белые пятна, и вот коричневый тоже есть. на морде по всему телу. Очень разнообразный такой окрас. Так, ну вот давайте, я не знаю, сравним. Сравнил. Ладно, ну давайте здесь посмотрим, потому что там вряд ли дадут вот белое пятно на конце морды. Вот здесь коричневые передние конечности, здесь вот коричневые пятна, и здесь вот такое все серое-белое. Ну и последний скин это полностью Альбинос. Надо его сразу тут и посмотреть. Чтобы нам никто ничего не сделал, о, я вот посижу с этими ребятами. я думаю, они меня не будут любить. Я вот к своему собрату вот иду, сяду. спинозаврик, но он ушел. Вот смотрите, корнотавр, да, метров 9, да? А здесь барионикс, почему, да, чуть меньше, где-то 8 даже, что-то. Спинозавр, да, он огромный. Почему здесь барионикс? Барионикс 10 метров даже. Ну, гибердокрин, конечно, это что-то. Что-то они начали драться все с ним. Ладно, предлагаю пойти, о, тут растения есть, на трубе. О, кто это? О, гнездо. Ящички какие-то. Да блин, отвали. Ах, убили меня. Твари. Так, ну надо же мне. Давайте вот этот скин посмотрим, который вы пропустили, потому что темно было. Ну вот он такой как бы. Я говорю, серый, ну, бирюзовый, я как-то шпирикну, да, она скорее просто же белого. Здесь вот что-то бирюзовое такое имеется, да, здесь просто беленькое. Гибердокринный спинозавр охотится. Забавно смотрится. О, вот настолько корнотавр меня больше. Офигеть. Ялозавр почему-то поменялся, хотя должен быть больше. Хотя фрагелис он где-то 10 метров как раз у нас тихо. Пуэртозавр. О, акилозавр. Такой маленький вообще, крохотулечка такая, и вырастает в такую махину. Пуэртозавр это что-то, да, конечно. С этого все начинается, да, и че-зим заканчивается. Да, тут, конечно, творится же, не пойми что-то. Шантунгазавр, я могу под ним пробежать. Шантунгазавр еще огромный. Топ, меня не убивает. За что? Какие-то тут все агрессивные гибердокринов подберут, чтобы с одного куста убивать. О, это кто такой? Это либо молодой портозавр, либо нет. Это какой-то новый зауропот. Я не буду тебя убивать, успокойся. На этой ноте я бы хотел закончить. Я так понимаю, это новый зауропот, коморозавр какой-то, млядь. Да. Ну, прикольно, прикольно. Надо посмотреть, кстати, если что, записать видео. Ну да, он не похож на портозавра. Немного формы головы другая. Господи, кто там кричит? Ну что ж, мои дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, до скорой встречи и всем пока!